Меркурий Меркурий – планета внутренней группы Солнечной системы, а также по совместительству самая ближайшая к Солнцу планета. Эти особенности делают ее труднодоступной в плане изучения. В отличие от остальных планет, Меркурий никогда не отходит далеко от горизонта ночного неба. Мы можем наблюдать его с Земли в течение небольшого времени после захода Солнца на западе, либо на востоке утром до рассвета. Сфотографировать Меркурий – однозначно задача не из легких. Это, конечно же, можно сделать с Земли, но даже если будут задействованы самые большие и современные телескопы, нам достаточно сложно будет различить детали на поверхности этой планеты. Даже телескоп Хаббл не засматривался на Меркурий. Все дело в его близости к Солнцу, а это несет в себе риски. Если прямой солнечный свет случайно упадет на зеркало телескопа, сгорит все оптические системы. О глазках человека вообще страшно подумать. Поэтому администраторы, управляющие телескопом, никогда не разрешали использовать Хаббл для наблюдений за Меркурием. Измерение массы, установление точного периода вращения, первые снимки Меркурия в высоком разрешении удалось получить только благодаря развитию радиоастрономии. А радиолокационные и радиоастрономические методы исследования помогли установить температуру поверхности. Например, на стороне, обращенной к Солнцу, удивительно большая, около 430 градусов по Цельсию. Но в то же время на обратной стороне она может опускаться до минуса 163 градусов по Цельсию. Из-за низкого наклона оси полюса никогда не получает солнечного света и имеет температуру 183 градуса по Цельсию. Также удалось и картографировать Меркурий от 210 градусов до 350 градусов долготы. Но нам интересно другое. Запуски космических кораблей к Меркурию, работающих в автоматическом режиме межпланетных станций наблюдения, стал одним из наиболее точных методов исследования самой маленькой планеты Солнечной системы. Кстати, все автономные аппараты, запущенные туда, летят в один конец. Их задача – получение и передача на Землю всех возможных данных об исследуемом объекте. Первым космическим зондом на Меркурий, отправленном в 1973 году, был Маринер-10. Это был первый космический корабль, применивший гравитационный маневр. Он исследовал окружающую среду, атмосферу и делал снимки поверхности не только Меркурия, но и Венеры. На исследование самого Меркурия зонд потратил всего лишь 3 облета, но запечатлел до 45% всего объема. Аппарат истратил топливо и, кстати, все еще может вращаться вокруг звезды. Следующая на очереди была вторая миссия к Меркурию – Месседжер, запущенная в августе 2004 года. Закрепился на орбите зонд в 2008 и помог восполнить многие пробелы, оставленные первым аппаратом. С этой миссией мы впервые стали располагать не только качественными снимками, но и деталями, информацией о кратерном льде и точным орбитальным проходом. И, наконец, третья экспедиция к Меркурию – BP Columbo – стартовала 20 октября 2018 года, названная в честь современного итальянского инженера, астронома и математика Джузеппе Колумбо. Ученый, разрабатывший трассу для выхода космических аппаратов на орбиту первой планеты, внес огромный вклад в успех предыдущих миссий Маринер-10. Именно его вычисления – безопасного гравитационного маневра, выводящего искусственный спутник на резонансную орбиту, легли в основу программы зонда. Цели космического аппарата BP Columbo довольно разнообразны. Первая – составить подробную мультиволновую карту поверхности Меркурия. Вторая задача – изучить ее химический состав и структуру. Третья – провести исследование окружающего пространства. Четвертое – замерить интенсивность магнитного поля. Пятое – провести мониторинг воздействия солнечного ветра. И шестая – выявить и картографировать участки полярных областей, содержащих лед и водородные соединения. Задач немало и миссия очень серьезна, в разработке которой участвовали Японское агентство аэрокосмических исследований и Европейское космическое агентство. Два независимых космических аппарата МРО для исследования поверхности и ММО для наблюдения за магнитосферой будут проводить изучение Меркурия с двух разновысотных орбит. К точке назначения спутники доставят перелетный модуль. К концу полета аппараты лишатся сцепки и выйдут каждый на свою траекторию. Такие вот интересные метаморфозы в планах BP Columbo. Более того, модуль МРО доставит к Меркурию аж 11 экспериментальных установок, предназначенных для изучения самого Меркурия, его поверхности, структуры движения и так далее. Он будет лететь на низкой полярной орбите на высотах от 480 до 1500 км с периодом 2,5 часа. А вот зонду ММО предстоит обращаться по сильной вытянутой полярной орбите. Ближайшей точке орбиты до Меркурия будет 590 км, в самой далекой, более 11 тысяч километров. При этом этот модуль, напоминающий консервную банку, будет раскручен до 15 оборотов в минуту вокруг своей оси. Ориентация в пространстве подобрана так, чтобы солнце не нагревало верх и низ аппарата, а потому основной удар излучения придется на боковую поверхность зонда, которая будет постоянно оказываться в тени и не будет перегреваться. Заодно такое вращение позволит развернуть 4 15-метровые антенны, измеряющие электрическое поле и радиоволны. Модуль также оснащен двумя 5-метровыми мачтами, на которых установлены датчики для измерения магнитного поля. На аппарате будут проводить 5 экспериментов на изучение окружающего Меркурий пространства. Орбиты космических зондов будут быстро меняться из-за гравитационного воздействия Солнца, поэтому потребуются их частые корректировки. Также топливо, а оно на борту занимает более 50% веса, потребуется для поддержания правильной ориентации аппаратов, чтобы они не нагревались. Планируется, что аппараты проработают год, но при удачном стечении обстоятельств возможно продление миссий еще на год. И мы, конечно же, надеемся на продление, как это было у многих других космических зондов. Но все это в будущем. Что же происходит с зондом в данный момент? Трудяга BP Колумба впервые сблизился с Меркурием и был на расстоянии всего 199 километров от поверхности планеты. Космический аппарат смог не только сделать снимки планеты, но и собрать данные со всех приборов. Черно-белые снимки с разрешением 1024 на 1024 пикселей демонстрируют также элементы зонда, включая антенны и магнитометр. Изображения были получены примерно через 5 минут после сближения. Поскольку BP Колумба оказался на ночной стороне планеты, то условия для съемки были идеальными. Самое близкое изображение было получено с расстояния около 1000 километров. На многих изображениях можно увидеть несколько крупных кратеров. Поверхность планеты образовалась миллиарды лет назад в результате огромных излияний лавы. Эти потоки лавы имеют следы кратеров, образованных столкновением с астероидами и кометами. Дно некоторых из более старых и крупных кратеров было затоплено более молодыми потоками лавы. Также на планете есть более сотни мест, где вулканические взрывы прорвали поверхность снизу. На одном из фото мы видим часть северного полушария Меркурия, включая сихту Планицу, которая была затоплена лавой. Равнина вокруг кратера Кальвино, которая называется равнинами Рудаки, характеризует круглую область, более гладкую и яркую, чем окрестности. Также виден кратер Лермонтова, шириной 166 километров. На других изображениях видна часть южного полушария Меркурия. Можно заметить, что поверхность покрыта обширными лавовыми равнинами. Самым крупным, хорошо видимым кратером, хотя и частично закрытым зондом, является кратер Гайдена, диаметром 251 километр. Ближе к краю изображения находится кратер Рафаэль, длиной 342 километра, на дне которого есть более молодые кратеры меньшего размера. С началом основной научной миссии два научных орбитальных аппарата BP Колумба изучает все аспекты Меркурия, от ядра планеты и до поверхностных процессов, магнитного поля и экзосферы, чтобы лучше понять происхождение и эволюцию планеты. Зонд нанесет на карту поверхность Меркурия и проанализирует ее состав, чтобы узнать больше о формировании планеты. Одна из теорий состоит в том, что изначально Меркурий был гораздо более крупной планетой, но лишился части коры и мантии при столкновении с другим телом. Именно поэтому концентрация железа в ядре Меркурия выше, чем у любой другой планеты Солнечной системы. BP Колумба также должен помочь ответить на вопросы о том, как долго длилась вулканическая активность на Меркурии и как быстро меняется магнитное поле планеты. Ну и на меркурианский десерт предлагаю вам просмотреть и прослушать спектрограмму, визуализирующие эффекты пролета Меркурия BP Колумба 1 и 2 октября 2021 года. Прибор зафиксировал колебания, не слышимые человеческим ухом, поэтому данные были специально обработаны, чтобы мы могли лучше интерпретировать результаты, а также окунуться на несколько секунд в космическое пространство. Когда мы слышим фотография с поверхности другой планеты, то первым на ум, как правило, приходит Марс. Оно, конечно, и не удивительно, в последние годы мы избалованы снимками, но мало кто помнит или даже знает о том, что первая в истории фотография с поверхности другой планеты получена не на Марсе, а на Венере. Полвека тому назад Советский Союз практически слепую посадил зонд на планету, об условиях, на которые на тот момент было практически ничего неизвестно. К концу 1950-х советская космическая программа переживала небывалый подъем. Триумфальные миссии в тот период совершались буквально ежегодно. Первый искусственный спутник, первые живые существа в космосе, первый облет Луны и снимки ее темной стороны. После таких успехов казалось, что нет ничего невозможного. Поэтому, когда заговорили о первой в мире высадке на другую планету, советские ученые и инженеры радостно согласились. Сегодня это звучит крайне утопично. В те годы о других планетах было неизвестно ровным счетом ничего, чтобы этого было достаточно для столь трудных миссий. Однако в августе 1959 года состоялось совещание, и 10 декабря вышло постановление правительства о создании станции для полета к Венере. И заодно к Марсу. А уже в конце 1960-го эти пока еще даже не существующие станции должны были отправиться в космос. Удивительно, но тогда советские ученые всерьез полагали, что на Венере есть атмосфера, аналогичная земной, а также вода и внеземная жизнь. Справедливости ради, так думали не только они. Отчеты НАСА от тех времен тоже содержали рисунки с динозавриками. Поэтому миссия Венера-1 отправилась на умышленное столкновение с поверхностью Венеры, но промахнулась. Из-за потери связи зонд не смог скорректировать и пролетел в 1961 году мимо планеты в 100 тысяч километров. В космических масштабах это не так уж и далеко. Никто в истории не был так близок к Венере. Затем началась целая череда многострадальных неуспешных миссий с покорением Венеры. И продолжалась она ровно десятилетия. Почти в каждое стартовое окно, открывающееся в результате сближения планет, к Венере уходили новые советские исследовательские станции. Но за неимением даже близких представлений о реальном положении дел на планете, зонды не имели ни малейшего шанса достичь поверхности. Венеру-4, Венеру-5 и Венеру-6 разорвало в атмосфере давление, о котором также не имели понятия, погрешность была слишком велика. Что хорошо, все они успели передать данные на Землю о составе атмосферы, ее температуре и давлении. Так, например, выяснилось, что она на 90% состоит из углекислого газа, а еще имеет заоблачные значения давления и температуры. Словом, ни о какой жизни речи не шло. Кто бы там ни находился, он уже испепелен лучами Солнца. Интересный тот факт, что те, кто участвовал в миссии, были очень разочарованы. А некоторые даже говорили, что жизнь прошла напрасно, ведь только эта мечта заставляла их заниматься наукой. С этого момента космическая программа Венера меняет цели. Нужно было выяснить, была ли там вообще когда-либо жизнь. Успех, наконец, пришел во время миссии Венера-7, которая на самом деле была не седьмой, а семнадцатой. Просто в Советском Союзе о провалах предпочитали не сообщать. После долгих научных споров, инженеры решили перестраховаться и разработать новый спускаемый аппарат, способный выдержать 180 атмосфер и 540 градусов в течение 90 минут. Его корпус сделали не из алюминиевого сплава, как у предыдущих Венер, а из титана, что увеличило прочности массу. Весил такой аппарат 500 килограмм. Из-за этого пришлось отказаться от установки некоторых научных приборов. По сути, его возможности были невелики. Измерение температуры и давления на поверхности, анализатор типа поверхности и прибор для измерения максимального ускорения на участке торможения. Венера-7 стартовала с космодрома Байконур 17 августа 1970 года. Для подстраховки через 5 дней после этого была запущена идентичная станция. Но до Венеры она не долетела. Дублер не смог уйти с земной орбиты из-за взрыва двигателя. Зато оригинал через 120 суток достиг окрестностей Венеры, а 15 декабря осуществил первую мягкую посадку в истории на другую планету. На самом деле выглядело это как чудо. Ведь шансов, что что-то может пойти не так в течение всей миссии, было масса. В конце концов, Венера-7 чуть не постигла участь своих предшественниц. Уже добравшись до цели и войдя в атмосферу, парашют аппарата разорвался, и модуль снижался быстрее, чем должен был. Более того, при входе в атмосферу отказал телеметрический коммутатор. В результате чего, единственным параметром, который передавался на Землю в течение всего спуска и нахождения аппарата на поверхности, была температура окружающей среды. И только поздний анализ данных показал. Еще 23 минуты после посадки зон передавал данные непосредственно с поверхности планеты, но без картинки. После Венеры-7 к планете отправились аппараты нового поколения, благодаря которым удалось застолбить первенство в ее изучении. В том числе получить первое изображение с поверхности, а также аудиозапись, которая велась во время спуска аппарата. Но обо всем по порядку. Счастливчик под названием Венера-14 состоял из орбитального модуля и спускаемого аппарата. Спускаемый аппарат был герметичен, в нем находилось большинство приборов и электронное управление. Всего на станции было установлено 14 научных инструментов, в частности масс-спектрометр, газовый хроматограф, оптический спектрометр, нефилометр, рентгеновский флуоресцентный спектрометр, влагомер, прибор гроза, камера, сейсмометр, устройство для забора и анализа грунта. Приборы предназначались для анализа химического состава, измерения параметров атмосферы, изучения спектра рассеянного солнечного света и для записи электрических разрядов в атмосфере во время спуска на поверхность. Старт Венера-14 был осуществлен 4 ноября 1981 года. Вес составлял 760 кг. Венера-14 была копией Венеры-13 и стартовала через 5 суток после нее. Через 4 месяца после старта 5 марта 1982 года спускаемый аппарат Венеры-14 отделился от орбитального модуля и вошел в атмосферу Венеры. После входа в атмосферу спускаемый аппарат, укрытый в прочной шарообразной капсуле диаметром 2,5 метра с абляционным покрытием, тормозился в атмосфере со скоростью 11 км в секунду до нескольких сот метров в секунду. Были получены данные, позволившие установить температуру и давление на высотах от 110 до 65 км. При уменьшении скорости до 250 метров в секунду и перегрузке до 2G была отстреляна крышка парашютного отсека и выпущен парашют у вода. А затем кольцевой пирошнур разрезал капсулу пополам. Верхняя ее часть отводилась в сторону этим парашютом, а нижняя сбрасывалась под собственным весом. Затем был выпущен тормозной парашют. Он замедлил падение станции. Заработали основные приборы для исследования атмосферы. На высоте около 40 км тормозной парашют отстреливается. И спускаемый аппарат продолжил спуск, но уже при помощи аэродинамического щитка. Было определено количество различных элементов, изотопов, соединений, включая водяной пар в атмосфере Венеры. Установлено также, что 80% всего солнечного излучения поглощается на высоте 60 км, где дуют наиболее сильные ветры. Зафиксировано строение облаков. Определена освещенность в нижней их части. Скорость спускаемого аппарата при приближении к поверхности Венеры составляла 30 км в час. Именно в этот момент были включены микрофоны зонда, где мы можем услышать единственный на сегодняшний день звук с планеты Венера. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Зонд приближается к поверхности. Для предохранения от удара с его нижней стороны был установлен сминающийся кольцевой амортизатор. Спускаемый аппарат Венеры-14 совершил посадку в области Фебы в 950 км к югу-западу от места посадки спускаемого аппарата Венера-13. После посадки спускаемый аппарат Венеры-14 передал панорамное изображение окружающего пейзажа. Удивительно, что это до сих пор единственные фотографии с планеты Венера. Далее с помощью автоматического бура были взяты образцы грунта, помещенные затем для исследования в специальную камеру. От рентгеновского флуоресцентного спектрометра принято 20 спектров. Определено количество осадных элементов в пробе и установлено, что порода в месте посадки аналог земного океанического базальта. Спускаемый аппарат Венеры-14 при расчетном времени функционирования в 32 минуты продолжал работу в течение 57 минут. В условиях экстремальной температуры 466 градусов по Цельсию и давления почти 100 бар на поверхности планеты. Затем сигнал исчез навсегда. В это сложно поверить, но всего с Земли стартовало 27 советских космических аппаратов к Венере. Последним стала Венера-16, после чего была начата новая космическая программа – Вега. В 1984 по 1986 годах она успешно провела изучение венерианской атмосферы с помощью аэростата и передала самые точные данные о планете. Но этого все равно очень мало. До сих пор неизвестно всех веществ, из которых состоит ее облачный слой, как и непонятен механизм их формирования. Собрать такие данные могла бы полноценная межпланетная станция в атмосфере Венеры, но это уже очень дорогое удовольствие. Поэтому долгие годы Венера оказалась фактически забыта исследователями. Мы поразительно мало знаем о Венере, поэтому новые миссии позволят заново взглянуть на атмосферу планеты, состоящую в основном из углекислого газа, и изучить поверхность вплоть до ее ядра. И кто знает, возможно, когда-то на планете Венера была жизнь. Венера 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Одинокий странник, изучавший величие Сатурна, его колец и спутников, провел в космосе в общей сложности 20 лет. С 15 октября 1997 года он преодолел долгий 7-летний путь. От 30 июня 2004 года Кассини добрался до Сатурна и вышел на орбиту газового гиганта. Долгие годы астрономы всего мира с трепетом наблюдали за открытием автоматической межпланетной станции. Это и фотографии многочисленных ледяных лун, впечатляющие снимки колец и таинственных узоров, переменчивых и неспокойных штормов. Огромное количество данных о природе далекого от нас уголка Солнечной системы. Но когда запасы топлива были на исходе, 26 апреля 2017 года Кассини было предназначено несколько отчаянных поручений. Нырнуть между кольцами Сатурна и самой планеты 22 раза. А затем, чтобы обезопасить спутники, на которых могут быть компоненты жизни, аппарат должен был стать навсегда с этой удивительной планетой одним целым. Тогда инженеры проекта направили Кассини в недра газового гиганта, а свою антенну для связи он до последнего держал направленной на Землю, передавая свою прощальную речь землянам. 15 сентября 2017 года Кассини навсегда скрылся в облаках Сатурна. Летя навстречу своей гибели, Кассини даже разрушаясь, продолжал функционировать. Каждый его прибор неустанно передавал данные, пока аппарат не сгорел в атмосфере. Сердце станции остановилось, когда ученые поймали последний его сигнал. Он бесподобно справился со всеми маневрами. Но что же он сообщил нам в своем грандиозном финале, длившемся с апреля по сентябрь 2017 года? Более 13 лет Кассини был нашими глазами и ушами в системе Сатурна. Планета имеет 82 спутника и кольца, состоящие из частичек льда и камня. Причем точно подсчитать количество колец невозможно, так как при увеличении снимков, сделанных в финальных пролетах с близкого расстояния, видно, как они делятся на более мелкие, словно до бесконечности. Астрономы иногда называют Сатурн «Солнечной системой в миниатюре», поскольку многочисленные спутники напоминают планеты А-Кольца, пояс астероидов и пояс Койпера. Кассини падал в атмосферу Сатурна со скоростью 124 тысячи километров в час. Не хотелось бы оказаться верхом на зонде в этот момент, ведь никто не знал, сколько он продержится, поскольку изучение планеты изнутри не было задумано учеными изначально. Оказавшись под кольцами, Кассини сделал снимки облаков Сатурна с расстояния близкого настолько, насколько это было возможно. Но больше всего руководителей миссии поразил гигантский гексагон. Огромный шестиугольный вихрь, причем одна сторона этого шестиугольника сопоставима с диаметром Земли. Он есть только на северном полюсе планеты и состоит из тысяч более мелких вихрей, а в самом центре этого шестиугольника – гигантская воронка, уходящая глубоко в недра Сатурна на несколько сотен километров. Сам шестигранник, в зависимости от сезонов, еще и меняет свой цвет. Он может быть зеленоватым, золотистым или голубым. Но форма шестиугольника стабильна и остается на протяжении сотен лет. Времена года на Сатурне меняются, как и на Земле, из-за наклона оси планеты. Когда северный полюс Сатурна оказывается наклоненным к Солнцу, он получает больше света. Солнечный свет взаимодействует с атмосферой и образуются взвешенные частицы аэрозоли. Они напоминают смог, поэтому и окрашивают гексагон в оранжево-золотистый цвет. А когда на зиму Сатурн отворачивается от Солнца, шестиугольник темнеет. Центральная воронка всегда темно-синего цвета, независимо от сезона. Вероятно из-за того, что дымка частиц аэрозолей затягивается туда, как межкалактическим пылесосом. Симметричная форма гексагона получается благодаря взаимодействию вращения планеты и атмосферных течений. В финале своей миссии, во время максимального сближения, Кассини передал фотографии этих блуждающих друг за другом вихрей в прекрасном качестве. Во время своего финала Кассини обнаружил, что на Сатурне могут даже идти дожди. Но это не тот безобидный дождик, в привычном нам понимании. Это сами кольца постепенно притягиваются Сатурном. Газовый гигант притягивает частички льда, камня и пыли, главные составляющие колец, а затем уничтожает их в своих верхних слоях атмосферы. Каждую секунду на Сатурн выпадает несколько тонн ледяного дождя. Зонтик здесь бессилен, разве что из Титана. Если так будет продолжаться и дальше, то через 300 миллионов лет планета останется без своего главного аксессуара. Кольца могут состоять из микроскопических частичек пыли и иглы по размерам с крупный внедорожник с многодетной семьей внутри. Кольца находятся довольно далеко от Сатурна, чтобы он притянул их к себе. Но почему же на Сатурне постоянно идет назойливый и моросящий дождь из ледяных частиц? Кассини дал ответ на этот вопрос. Осколки льда обладают статическим зарядом. Ультрафиолетовое излучение сдувает электроны и частицы приобретают заряд. Нечто похожее происходит с воздушным шариком, который потерли о волосы, и он прилипает к стене из-за статичного электричества. А раз у Сатурна сильное магнитное поле, то он и притягивает эти ледяные частицы к себе, как магнит. Роль этого магнита играет металлический водород, находящийся вблизи ядра планеты. Под действием огромного давления и высокой температуры в несколько тысяч градусов, водород становится не газом и даже не жидкостью, а похожий на расплавленный металл по своей консистенции. Электроны легко высвобождаются, перемещаясь в жидкости. Таким образом, под сильным давлением жидкий водород ведет себя как металл. Кассини также смог разобраться с вопросом, какова масса колец Сатурна. Если взять все их вещество, то масса получится очень незначительной. Они в сто тысяч раз легче нашей планеты. Возможно, Сатурн периодически ловит проходящие мимо кометы, астероиды и опустившие корабли гуманоидов, пополняя таким образом состав колец. Если какому-то заблудшему небесному телу не повезет пройти мимо, то Сатурн непременно разорвет его приливными силами. Кассини также пытался помочь разобраться, сколько лет кольца. Существовали ли они с рождения самой планеты, или они появились недавно? Кассини в финале своей миссии дал нам ответ на этот вопрос. Нам очень повезло застать это великолепие. Им всего от 10 до 100 миллионов лет. И возможно, что во время динозавров на Земле Сатурн не был еще властелином колец. Они слишком легкие и слишком яркие. Если бы они были долгожителями, то давно бы уже покрылись пылью и стали намного темнее. Вероятно, Сатурн притянул к себе ледяной спутник вроде Энцелада, и своей гравитацией разрушил его, разорвав на мелкие кусочки. Они распределились по орбите, постоянно сталкиваясь друг с другом, в результате чего раздробились на мелкие составляющие, а острые углы между ними сгладились, как галька на морском берегу. Кассини показал, что плотность колец очень неоднородна. Там миллионы колец, а между ними могут быть щели, а сами кольца похожи на винил. Осталось только найти проигрыватель межпланетного масштаба. Кто знает, какую музыку скрывает Сатурн? Кольца удерживаются спутниками-пастухами, которые невозможно увидеть с Земли, так как они прячутся между ними, и свои гравитации удерживают их от дальнейшего распада. Силой гравитации они создают в кольцах волны, и все это похоже на удивительную симфонию баланса и гармонии. Вместе все спутники помогают своему властелину поддерживать украшения в надлежащем состоянии. Но как они туда протиснулись в таком случае? Пока этот вопрос остается открытым. Да, космос завораживает и манит своей красотой. И там ужасно холодно. Однако компания Космомерч поможет решить эту проблему красиво. Вас уже ждет одежда высокого качества на космическую тематику с яркими принтами. Например, в каталоге вы можете найти футболки, худи, свитшоты с детальными схемами космических аппаратов, пофантазировать вместе с художниками о будущих колонизациях и заодно узнать много новых космических терминов. Вся продукция изготавливается на собственном производстве. Из 100% хлопка. Материал приятен на ощупь, хорошо пропускает воздух и не портится после стирки. Это далеко не все. Пройдите по ссылке прямо сейчас и получите скидку до 30% на весь ассортимент. Сделайте космический подарок себе и близким. Доставка на планеты Земля и Марс. А мы продолжаем. Да, Кассини погиб, но его наследие живет и до сих пор не оставляет равнодушным. Финальные снимки гексагона, открытие ледяного дождя, исследования исчезающих и появляющихся вихрей. Открытие спутников пастухов показало нам, что Сатурн это единая система. Да, и с виду он кажется красивым и одновременно суровым, но это невероятный мир, где все сбалансировано, начиная от маленькой завитушки в атмосфере и заканчивая тончайшими пылинками в кольцах. Сатурн это уникальное творение, и Кассини показал нам, что весь мир гигантской планеты держится на хрупком равновесии гравитации. Лишь единство и гармония могли создать такой истинный шедевр во Вселенной. Это и были последние слова Кассини. 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 Два космических старика, запущенных в 1977 году, до сих пор с нами переговариваются, будучи почти в 23 миллиардах километров от родного дома. Никто тогда и подумать не мог, что бойджеры проработают так долго. Инженеры НАСА рассчитывали, что они лишь изучат преимущественно Юпитер и Сатурн, а также смогут взглянуть на Уран и Нептун. Но чтобы наши руки смогли достать до начала границы Солнечной системы, столь грандиозный успех и не предполагал никто. В данный момент они выбрались за пределы гелиосферы. Правда, чтобы навсегда покинуть Солнечную систему, зондам придется выбраться за пределы облака Оорта. Место скопления ледяных и мелких небесных тел, родины комет, где покоятся остатки строительного материала Солнечной системы вместе с базами пришельцев, окружающих наш родной дом. У обоих Voyager есть источники питания. Они представляют из себя комплекты трех радиозатопных термоэлектрических генераторов. Каждая такая батарея – это 38-килограммовый цилиндр, внутри которого хранится 4,5 килограмм плутония 238, выделяющего 2400 ватт, которые затем преобразуются в электрическую энергию. Их установили еще в 1975 году, поэтому отсчет срока их работы будет идти от этой даты. Но, к сожалению, все, что сделал человек, не вечно. И даже эти чудеса техники со временем стареют и подвергаются воздействию нейтронного излучения, которое появляется при распаде плутония. От этого их производительность падает, а, соответственно, с течением времени сигналы будут все слабее и слабее. Период полураспада плутония 238 составляет 88 лет. Это означает, что мощность генераторов упадет в два раза. Но следует учитывать, что энергия уходит не только на связь с Землей, но и на поддержание работы научных приборов. И это при том, что хранение изображений с камерой и прочих датчиков выделено всего 67 мегабайт. Аппараты оснащены 8-битными процессорами с тактовой частотой 6,4 МГц. По сути, Тетрис на минималках. Для сравнения, обычный современный телефон имеет процессор на 384 МГц. Именно поэтому надежность Voyager и работоспособность поражают. Удивительно, но, по сути, инженеры и программисты Voyager создали космический памятник, который, скорее всего, переживет все человечество. Почему? Предлагаю ненадолго вернуться в прошлое и увидеть не только, как все начиналось, но и взглянуть на то, как все закончится. И, конечно, обсудим долгожданное открытие, которое прислали Voyager за последнее время. 1964 год. Именно тогда практикант Гэри Флендро, проходивший стажировку в лаборатории реактивного движения, рисовал графики будущего положения планет и вскоре обнаружил, что в конце 70-х годов все планеты за поясом астероидов, в числе которых тогда был и Плутон, должны были собраться в узком секторе неба. Это давало уникальную возможность передвигаться от одной планеты к другой при помощи гравитационных маневров и изучить их все разом, заодно сократив срок, вернее, время перелета с 13 лет до 8, что увеличивало шансы на успех. Благодаря тому, что все планеты-гиганты удачно расположились в сравнительно узком секторе Солнечной системы, было возможно использование гравитационных маневров для облета всех внешних планет. Сам по себе проект Voyager – один из выдающихся экспериментов, выполненных в космосе в последней четверти 20 века. Расстояние до планет-гигантов слишком велики для наземных средств наблюдения, поэтому отправленные на Землю этими зондами снимки и данные измерения до сих пор имеют большую научную ценность. Вклад Voyager 1 в исследование Солнечной системы трудно переоценить. В марте 1979 года зонд добрался до окрестностей Юпитера. Он сфотографировал знаменитое большое красное пятно – самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе, а также обнаружил вулканическую активность на Ио – одной из галилеевых лун газового гиганта. Это был первый случай, когда ученым удалось увидеть действующие вулканы где-то за пределами Земли. Кроме того, Voyager 1 сделал еще одно примечательное открытие – впервые увидел кольца Юпитера. Ведь до этого считалось, что система колец есть только у Сатурна и Урана. Следующей остановкой Voyager 1 стал Сатурн с его знаменитой системой колец и спутников. Максимальное сближение космического аппарата и планеты произошло в ноябре 1980 года. Тогда зонд приблизился к верхнему слою облаков на 64 тысячи километров. Он отправил на Землю первые высококачественные снимки колец, состоящие из осколков льда, комет и пыли, а также сфотографировал некоторые из лун Сатурна. Сатурн оказался весьма холодной и неспокойной планетой. Температура верхних слоев его атмосферы составляла минус 191 градус по Цельсию. И только у Северного полюса можно было снять валенки. Температура поднималась уже до плюс 10 градусов по Цельсию. А вот бушующие ветра там достигали 1800 километров в час в области экватора. Пожалуй, самым удивительным объектом в системе оказался Мимос, от которого аппарат пролетел в 88 тысяч километров. 396-километровый в диаметре спутник удивительным образом напоминал своим 100-километровым кратером Звезду Смерти. К счастью, испепеляющий луч смерти, замечен небо. И последней целью Воджера один стал спутник Сатурна Титана. Пролет аппарата всего в 6490 километров от его поверхности выдал практически сенсационные новости. Уточненные оценки его массы гласили, что корону самого крупного спутника Солнечной системы Титана, который ранее таким считался, придется отдать пользу Ганимета. Но еще большим сюрпризом оказалась атмосфера Титана. Она, напротив, оказалась плотнее расчетной, а вкупе с оценками ее состава и температуры, это означало, что на его поверхности могли существовать озера и моря, но не торопитесь брать с собой надувные матрасы, ведь они из жидких углеводородов. Сближение с Титаном далось Войджеру один большой ценой, вышел из плоскости эклиптики и уже не мог продолжить исследование планет. Но Войджер один исполнил свою роль на отлично, так что перенаправлять Войджер 2 на встречу с Титаном не потребовалось. Нептун был последней планетой, с которой должен был встретиться Войджер 2, поэтому было решено пройти невероятно близко, рядом с ним, всего в 5000 километров от его поверхности. Это было менее трех минут пролета при скорости аппарата. И данные, передаваемые аппаратом, того стоили. В центре фотографии Нептуна красовалось большое темное пятно, размеры которого в два раза превышали Землю. Это был атмосферный антициклон. Именно на этой далекой планете были зафиксированы самые сильные ветра в Солнечной системе. Они достигали скорости 2400 километров в час. Впервые для нас было получено множество уникальных снимков Нептуна. На Тритоне были обнаружены действующие гейзеры, что было очень неожиданным для удаленного от Солнца и холодного спутника. Также были открыты еще 4 новых спутника. На исследование планет и их спутников основная миссия аппарата закончилась. Однако он продолжил свое космическое путешествие. В феврале 1990 года Voyager 1 направил свои камеры на нашу планету и сделал серию портретов Солнечной системы. Тогда же был получен знаменитый снимок под названием «Бледная голубая точка». На нем Земля запечатлена с расстояния почти 6 миллиардов километров. Фотография получила такое название из-за того, что наша планета на нем похожа на крошечную голубую точку и занимает всего 0,12 пикселя на снимке. В декабре 2011 года Voyager 1 удалился на расстоянии до 119 астрономических единиц и добрался до так называемого региона стагнации, последнего рубежа, отделяющего зонд от межзвездного пространства. В этой области наблюдается сильное магнитное поле из-за того, что давление заряженных частиц из внешнего космоса, создаваемое Солнцем, и оно уплотнялось. Там же наблюдается рост числа высокоэнергетических электронов, которые прилетают из межзвездной среды, поэтому эта область тоже считается одной из границ Солнечной системы. В первой половине 2019 года Voyager 1 достиг границ межзвездного пространства. Датчики аппарата зафиксировали рост уровня галактических лучей на 25%, это значило, что зонд приближается к последней границе гелиосферы. И в сентябре 2013 года НАСА подтвердило, что аппарат вышел за пределы гелиосферы и теперь находится в межзвездном пространстве. А вот гравитационное воздействие Нептуна изменило траекторию Voyager 2, заставив его покинуть плоскость эклиптики. Таким образом, аппарат потерял шанс приблизиться к другим объектам Солнечной системы. Однако его возможности еще не были исчерпаны. В 2018 году аппарат преодолел область, названную Гелиопауза, вошел в межзвездное пространство. Преодолев этот путь, аппарат, как и его предшественник, предоставил на Землю ценнейшие данные о межзвездной плазме и космическом ветре, а также участвовал в измерении расстояний до звезд. Тем временем, Voyager 1 передал на Землю звуки межзвездного пространства. Плазменный волновой прибор зафиксировал колебания плотной межзвездной плазмы и ионизированного газа. На графике показана частота волн, которые указывают на плотность плазмы. Цвета указывают на интенсивность волн или на то, насколько они громкие. Красный цвет указывает на самые громкие волны, а синий на самые слабые. Звуковая дорожка воспроизводит амплитуду и частоту плазменных волн, услышанных космическим кораблем. Эти частоты находятся в пределах диапазона, слышимого человеческим ухом. Предлагаем услышать эти записи. Пугающе и в то же время удивительно. Не правда ли? И казалось бы, что Voyager исчезли во тьме глубокого космоса. Они еще дают о себе знать спустя годы молчания. Причем, когда приходят новые данные, это настоящее открытие. Например, совсем недавно, в момент полета в промежутках между выбросами солнечного излучения обнаружили очень слабый и монотонный постоянный сигнал, находящийся в узкой полосе частот. Возможно, что этот гол связан с плазменными волнами, вызванными возмущениями в межзвездном газе. Межзвездная среда подобна тихому дождю. При этом солнечные вспышки похожи на молнии во время грозы, а затем снова начинается легкий дождь. Что же это может быть? Давайте попробуем разобраться. Дело в том, что низкоуровневая активность в межзвездной среде оказались выше, чем ожидали для практически полного вакуума. Не совсем ясно, чем вызвана эта активность. Это могут быть термически активные плазменные колебания или квазитепловой шум от движения электронов в плазме, создающие локальное электрическое поле. Возможно, пришельцы разбирают зонды на части, надеясь найти там представителя Роскосмоса. Но что бы ни было причиной этого гола, его можно использовать для оценки распределения плотности плазмы в межзвездном пространстве. Теоретически мы знаем, что межзвездное пространство не совсем пустое, но поскольку звезды такие яркие, гораздо более тусклый тонкий материал, который висит между ними, действительно трудно увидеть и измерить. Похоже, что по ту сторону гелиопаузы наблюдается увеличение электронной плотности. Оба зонда Voyager обнаружили это, когда прошли через нее. Более точное знание плотности межзвездной среды поможет нам понять, почему исследователи надеются, что продолжение изучения данных Voyager 1 позволит им не только отслеживать пространственное распределение плазмы в межзвездной среде, но и понять, как эта среда взаимодействует с солнечным ветром и как защитный пузырь гелиосферы Солнечной системы формируются и модифицируются в межзвездной среде. Но к настоящему времени инженеры НАСА были вынуждены отключить почти все научные приборы, оставив лишь те, которые способны изучить плазму и магнитные поля. В 2025 году энергии в сердцах двух странствующих братьев уже не останется ни на что. Даже на общение с Землей и перед тем, как их сердца остановятся навсегда, ученые дадут сказать Voyager свои последние слова, установив с ними на прощение связь с целью получения всех данных, какие только можно будет от них принять. Но все же радиозатопные термоэлектрические генераторы еще продолжат выделять тепло на протяжении 10 периодов полураспада, или 880 лет после запуска. Примерно в 2845 году запасы Плутония истощатся окончательно, и вот тогда-то можно будет сказать, что Voyager просто превратятся в железку, путешествующую по просторам Млечного Пути. Примерно через 20 тысяч лет Voyager доберутся до облака Орта, и это, пожалуй, будет основным препятствием на их пути, поскольку множество каменно-ледяных обломков могут существенно повредить и даже уничтожить аппарат. Но будем надеяться, что нашим странникам повезет, и они благополучно выберутся из обители комет. А вот потом их пути уже окончательно разойдутся. Voyager 1 направится навстречу с Глизе 445, красным, тусклым и холодным карликом, светимость которого в 120 раз слабее солнечной, а температура ниже примерно в 2 раза, чем у Солнца. Неизвестно, есть ли рядом с этой звездой планеты, но если даже там и окажется кто живой, то вряд ли эти существа будут похожими на нас. Voyager 1 пройдет от Глизе 445 на расстоянии почти двух световых года. Это будет максимальная точка сближения, и произойдет это событие через 40 тысяч лет. Да, не скоро. А что можно сказать о Voyager 2? Спустя то же время он вестит другой тусклый карлик под названием Рос-248, и разделять их будет всего полторы световых года. А потом, спустя почти 600 тысяч лет, он доберется до системы Сириуса. Но что они увидят, к сожалению, мы так и не узнаем. Да и будет ли существовать человечество вообще к тому моменту. Но правда в том, что Voyager могут стать объектами, пережившие не только своих создателей, но и, возможно, все человечество в том числе. Миллиарды лет, если они ни с чем не столкнутся, будут блуждать по просторам Млечного Пути и вращаться вместе с другими космическими аппаратами иных представителей. Может быть, кто-то найдет их и сможет расшифровать наши послания? Возможно. И когда Земля будет сожжена жаром Солнца, наша техника будет нести память о нас сквозь время и пространство. Техника – это продолжение руки человеческой и силы нашего интеллекта, нашей науки и знаний. Пусть они и несовершенные, и нам еще многому предстоит научиться, это наш голос по пути к познанию. И пока будут живы Voyager, пока не уничтожат их чужеродные обломки и не испепелиты галактическая радиация, слово о нашей цивилизации будет жить. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Суммарная масса главного пояса равна всего лишь 4% от массы Луны. Больше половины ее сосредоточено в четырех крупнейших объектах – в Церере, Вести, Палладе и Гигее. Средний диаметр которой составляет более 400 километров, а самый крупный из них – Церера, имея диаметр более 950 километров. Но большинство астероидов, которых насчитываются миллионы, имеют значительно меньшие размеры, вплоть до нескольких десятков метров. При этом астероиды настолько сильно рассеяны в данной области космического пространства, что ни один космический аппарат, пролетевший через эту область, не был поврежден ими. Кстати, первый космический аппарат, пролетевший через пояс астероидов, был «Пионер-10», который долетел до области главного пояса 16 июля 1972 года. Далее последовали аппараты «Пионер-11», «Войджер-1» и «Войджер-2», а также зонд «Уиллис», которые пролетели через пояс без запланированных или случайных сближений с астероидами. Космический зонд «Галилео» стал первым аппаратом, который сделал снимки астероидов «Гаспро» и «Ида», после чего в НАСА была принята программа, согласно которой любой аппарат, пролетающий через пояс астероидов, должен по возможности пролететь мимо какого-нибудь астероида. Таким образом, в последующие годы космическими зондами были получены изображения многочисленных объектов, населяющих эту область Солнечной системы. 27 сентября 2007 года основной миссией посещения пояса астероидов была отправлена автоматическая межпланетная станция «Рассвет» для исследования самого большого астероида Солнечной системы «Весты» и карликовой планеты «Церер». Миссия «Рассвет» стала первой по исследованию с орбиты более одного небесного тела, а также первым аппаратом, работавшим на орбите астероида главного пояса и первым на орбите карликовой планеты. Итак, после старта с Земли аппарат «Рассвет» совершил гравитационный маневр вокруг Марса с набором скорости и отправился уже к поясу астероидов, куда прибыл в августе 2011 году. А далее аппарат вышел на орбиту «Весты». Весь пояс астероидов условно разделен на внутреннюю и внешнюю область. «Церера» находится во внешней ее части, а «Веста» во внутренней, став по этой причине первым объектом для изучения. 3 мая 2011 года «Зонд» сделал первую фотографию «Весты» с расстояния чуть более 1 миллиона километров, после чего начался активный этап изучения этого астероида. К 27 июня аппарат снизил скорость, все ближе приближаясь к «Весте», и спустя еще месяц совершил уже почти 2 оборота вокруг Солнца. Аппарат достиг «Весты» и перешел на ее округовую орбиту с высотой 16 тысяч километров. Весь июль аппарат занимался съемкой поверхности «Весты». В сентябре космический аппарат спустился еще ниже, до высокой картографической орбиты, на расстоянии 680 километров от поверхности. В это время начался второй интенсивный этап работы, длившийся один месяц. За это время было совершено порядка 60 оборотов, 6 циклов, съемки под разными углами. 8 декабря аппарат перешел на низкую картографическую орбиту высотой 210 километров, где начался следующий 10-недельный этап работы. Основная исследовательская программа «Рассвет» была выполнена. Зонд еще какое-то время оставался на низкой орбите для сбора дополнительных данных о составе поверхностей и гравитационном поле. Затем перешел обратно на высокую орбиту для более подробного исследования северного полушария, которое не было освещено Солнцем ранее. Зонд подтвердил, насколько велик ударный кратер Реосильвия в южном полушарии Весты, около 500 километров в диаметре и 19 километров глубиной. Космический аппарат также показал, что гора, которую запечатлел когда-то телескоп Хаббл в центре огромного кратера, более чем в два раза превышает высоту горы Эверест. И является второй по высоте горой в Солнечной системе, уступая первенство марсианскому Олимпу. При ближайшем рассмотрении зонд обнаружил второй большой ударный бассейн, который теперь называется Винение, частично покрытый более молодым бассейном Реосильвии. Эти один или, возможно, два удара изменили поверхность Весты и, вероятно, почти уничтожили ее. Остается загадка, как Веста смогла пережить столь чудовищный катаклизм. Вероятно, что многочисленные астероиды класса 5 – это обломки, разлетевшиеся после этого столкновения. Гигантские удары создали десятки ущельй, обнаруженные на снимках зонда, опоясывающие экватор Весты. Некоторые из этих каньонов соперничают с Гранд Каньоном по размеру, достигая 465 километров в длину и 4 километра в глубину. Данные зонды также показывают массивное воздействие, которое сформировало Реосильвию всего миллиард лет назад. Таким образом, поверхность южного полушария выглядит моложе, чем северная, где сохранилось огромное количество кратеров. Ранее исследователи считали Весту в целом сухим объектом, но космический аппарат обнаружил на поверхности Весты насыщенные водой минералы, связанные с богатым углеродом материалом. Эти материалы, вероятно, были доставлены на Весту астероидами или кометами, из более богатой летучими веществами внешней Солнечной системы. Завершив расширенную программу, 5 сентября 2012 года аппарат покинул орбиту Весты и направился к следующему объекту исследований – Церере, переход к которому занял 2,5 года. И вот уже 6 марта 2015 года, преодолев в общей сложности почти 5 миллиардов километров, аппарат был захвачен гравитационным полем карликовой планеты на расстоянии 60 тысяч километров от нее. И в начале июня уже были получены первые фотографии с расстояния 4500 километров от поверхности. В то время как наблюдения зонда на Весте подтверждали существующие гипотезы, представляя больше деталей для заполнения пробелов, о Церере было известно намного меньше. Фактически, большая часть того, что мы знаем сейчас о карликовой планете, была представлена аппаратом рассвета. Первоначальные расчеты предполагали, что Церера может быть разделена на слои, хотя до зонда состав этих слоев был неизвестен. Ожидалось, что при низкой средней плотности Церера будет иметь большое количество водяного льда под своей поверхностью. Но измерения зонда подтвердили, что Церера на самом деле состоит из каменного ядра и корки из водяного льда, покрытые пыльным внешним слоем. Аппарат рассвет также обнаружил доказательств наличия так называемых клатратных гидратов газа, захваченного в кристаллической структуре молекул воды, которые способствуют удивительной прочности и низкой плотности кары Цереры. В то время как большая часть Цереры относительно гладкая из-за ее полужидкого подповерхностного слоя льда, космический аппарат обнаружил одну большую гору, которую ранее не могли видеть. Это гора высотой около 4 километров, названная Ахуно-Монс. Куполообразная форма, похожа на вулканы на Земле. Предполагает, что она, вероятно, образовалась из-за кривовулканической активности, хотя кривовулканизм может присутствовать и в других ледяных мирах, наблюдения аппарата делают гору Ахуно самым близким известным кривовулканом в Солнечной системе. Опять же, изображения Хаббла ранее показывали наличие нескольких более ярких областей на поверхности Цереры, но когда зонд перешел на более низкую орбиту, он обнаружил на сотни больше таких областей, чем было запечатлено на первоначальных изображениях. Эти пятна оказались отложением соли, которые, вероятно, остались, когда соленая вода вырвалась из-под поверхности Цереры и сублимировала. Другие наблюдения, проведенные космической обсерваторией Гершеля, показали небольшое количество водяного опара вокруг некоторых частей Цереры, что заставило предположить, что у нее может быть слабая атмосфера или даже продолжающаяся кривовулканическая активность. Зонд обнаружил, что этот газ может быть следствием, сталкивающейся частиц Солнца с водяным льдом на Церерии, которые затем высвобождаются в виде пара, что приводит к временной слабой атмосфере. Спектроскопические данные аппарата Рассвет также подтвердили присутствие аммиака на поверхности карликовой планеты. Условия в главном поясе астероида слишком теплые для образования аммиака, которому требуются гораздо более холодные условия, что вызывает вопросы о его происхождении. Церера смогла сформироваться намного дальше, в более холодной внешней части Солнечной системы, прежде чем мигрировать в свое нынешнее положение. Или аммиак мог быть перенесен на Цереру телами из внешней Солнечной системы. Космический аппарат также подтвердил наличие карбонатов на Церере, которые были обнаружены 10 годами ранее по телескопическим данным. Большое количество их еще раз подтвердило существование океана в ранней истории Цереры. Эта карликовая планета может быть даже достаточно теплой и иметь небольшое количество оставшейся жидкой воды под поверхностью. Что ж, миссия Рассвет показала нам, насколько важным было место рождения тел в первые дни жизни нашей Солнечной системы. Понимание среды, в которой зародились меньшие планеты, имеет решающее значение для понимания их судьбы. Ранее модели Солнечной системы и планетарной миграции теперь должны учитывать выводы, сделанные зондом за несколько лет своей работы. Веста, которая, вероятно, сформировалась во внутренней части Солнечной системы и осталась там, эволюционировала во многих отношениях, подобно другим каменистым планетам. Картографирование кратеров Весты показало, что северное полушарие астероида представляет собой древнюю поверхность, которая подвергалась более сильным ударам, чем ожидалось. Это говорит о том, что раньше было больше крупных объектов, а также о том, что планеты Зимали, типы меньших тел, которые могли эволюционировать в планеты, уже рождались большими, они строились из более мелких блоков. Церера же – важная часть головоломки океанических миров. С корой, которая смешивает лед, породы, образующие минералы и другие материалы. Церера выглядит остатком океанического мира, носящего химический состав своего старого океана. Церера может рассказать нам об условиях окружающей среды в других мирах с океанами. К моменту завершения основной миссии аппарат преодолел в общей сложности 5,5 миллиарда километров, совершив 2450 оборотов по орбитам вокруг Весты и Цереры. За это время им собрано 132 гигабайта данных, а также отснято 69 тысяч изображений. 1 ноября 2018 года космический аппарат «Рассвет», переведенный на стабильную орбиту, исчерпал все запасы топлива для маневрирования и ориентации. И миссия, длившаяся 11 лет, была официально завершена. На финальной орбите у Цереры аппарат бесконтрольно продержится еще как минимум 20 лет, а с 90% вероятностью не более 50 лет. Он будет кружить вокруг Цереры в одиночестве. Удивительно, что в течение двух столетий карликовые планеты Церера и Веста казались не более чем тусклыми точками света среди звезд, пока миссия «Рассвет» не представила нам детально проработанные портреты этих двух сложных и увлекательных инопланетных миров. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...